Всем привет! Мы добрались до темы 109.2. Будем разбирать настройку протокола TCPIP для наших локальных машин. Напомню, я от вас прошу заполнить вопрос из одного опроса. Кто не заполнил, заполняйте. Сама тема 109.2 небольшая, но в современных дистрибутивах Linux у нас уже все производится немножко по-другому. Там много нюансов, поэтому разобьем ее на части. Сегодня будем говорить исключительно о файлах конфигурации сети. Немножечко поредактируем их и разберемся в их синдексе. Значит, сегодня у нас по плану 4 вот этих файла. etc.hostname, в нем хранится имя нашего узла. etc.hosts, это простая база данных, в которых находится у нас сопоставление имен IP-адресам. Затем у нас есть стандартный файл etc.resolve.conf, которым проще всего настроить сервера DNS, но сейчас это все происходит немножечко уже по-другому. И файл etc.ns.switch.conf, это настройки NSS, name, service, switch. Там у нас осуществляется поиск по различным именам. То есть это файл конфигурации службы имен, можно сказать так. У нас две здесь службы имен, domain name system и name service switch. Все это сейчас будем смотреть на нашей Ubuntu. Итак, первый файл это у нас etc.hostname. Тут у нас просто записано имя нашего хоста, нашего компьютера, Ubuntu. Я его в принципе вижу в консоли bash после своего логина. Бывает несколько форм записи, мы сейчас не обращаем на это внимания, то здесь может быть полное доменное имя. У нас сейчас Ubuntu не входит ни в какой домен, не является частью никакой многоранговой сети, поэтому здесь просто имя. Следующий файл, о котором мы хотим поговорить, это файл etc.hosts. Это уже файл поинтереснее, это текстовая база данных, где у нас есть соответствие IP адреса какому-то имени. Соответственно, в Windows у нас есть точно такой же файлик hosts, который лежит в папке windows.system32.drivers, по-моему, не помню на память, редко я туда уже в последнее время захожу. Так вот, тут у нас сопоставление IP адреса имени. Как правило, этот файл у нас заполняется автоматически, исходя из кучи различных скриптов, утилит и так далее, мы можем его в принципе редактировать вручную. То есть мы здесь можем дописать опять же полное доменное имя, можем написать здесь то, что адресу, я не знаю, 326805 соответствует какое-нибудь имя Mail.ru, если мы вдруг захотим. Дело в том, что когда у нас компьютер пытается распознать IP адрес по какому-то имени, когда он обращается с DNS запросом куда-то, он сначала проверяет вот этот файлик etc.hosts. И если в этом файле etc.hosts есть соответствие IP адреса имени, то вот эта уже информация считается актуальной и проверенной. Если здесь нет никакой информации по запрашиваемому имени, то у нас DNS запрос проверяет кэш компьютера, может быть в кэше DNS есть информация. Если в кэше DNS информации нет, то проверяет основной сервер DNS, дополнительный сервер DNS, на этих серверах DNS, соответственно, проверяется база данных, их кэш и так далее, и так далее DNS запрос идет. Но вначале всегда проверяется файл etc.hosts. На базе вот этого файла, как в Windows, так и в Linux, у нас как раз работает множество кряков. Когда мы вместо серверов активации какого-нибудь Adobe или Microsoft указываем локальный компьютер, и на локальном компьютере у нас запускается с вами какая-нибудь программка, которая якобы регистрирует запросы вот этих вот активаций и лицензий. Интересный момент. Если мы с вами решим переименовать компьютер, вот так вот, через, давайте, текстовый редактор, etc.hostname, и если я его решу с Ubuntu переименовать на какой-нибудь, даже, я не знаю, PC, например, сохраню файл. Сразу эти изменения не применятся. Я, наверное, просто перезагружу Ubuntu. И после перезагрузки вижу то, что компьютер стал называться PC. У меня сразу здесь. Здесь, соответственно, это же, конечно, у меня есть файли hostname, PC, но при этом файл etc.hosts там ничего автоматически не перепрописалось. То есть там как был 127.001, петлевой адрес указывал на имя старую Ubuntu, так он здесь и остался. Напомню, мы с вами уже проходили вот эти 127 сети. Сети 127 у нас предназначены для петлевых адресов, для проверки стека протоколов TCP IP, для обращения самому к себе. Здесь внизу точно так же у нас есть с вами IPv6. То есть опять вот они, два наших простых файла. В следующем видео мы будем смотреть, как уже при помощи утилит и различных дополнительных средств настраивать все эти сетевые параметры. Я вам сейчас показываю просто это как текстовый файл. Нужно сказать то, что вот здесь вот в etc.host можно указывать через пробелы, через табы несколько имен. То есть вы можете сказать 127.001, через таб Ubuntu, через таб другое имя, другое имя, полное доменное имя, как угодно. И все эти имена будут как бы соответствовать вот этому IP-адресу. Это все можно делать. Значит, теперь поинтереснее. У нас есть файл etc.resolve.conf. Тот файл, который у нас отвечает за DNS сервера. И если раньше в Linux здесь просто был этот файл, в этом файле мы указывали с вами DNS серверы наши, то сейчас у нас здесь наверху есть даже дополнительная шапка, которая говорит о том, что этот файл не нужно редактировать вручную, все изменения будут перезаписаны. Потому что этот файл в современных Linux, в частности в Ubuntu, генерируется автоматически кучей скриптов. Например, если мы получаем от DHCP сервера адрес DNS, нам как раз этот скрипт сюда дописывает эту информацию. Много-много таких вариантов, когда отдельные скрипты сюда пишут информацию. То есть если я здесь с вами сейчас что-нибудь наредактирую, перезагружу машину, оно все сотрется. Значит, формат какой у вот этого вот Resolve.conf? Вообще Resolve.conf почему он называется? Это Resolver. Это набор под программ в библиотеке C, которая позволяет нам работать с DNS. Значит, здесь у нас можно указывать сколько угодно серверов имен. Сервер имен это наш DNS сервер как раз таки. То есть мы написали name server такой-то, можем дописать name server IP такой-то, name server IP такой-то. Здесь куча-куча name server можно написать. Кроме того, здесь у нас есть еще параметр search. Search у нас это список доменов для поиска. Сейчас у меня подцепился вот этот вот странный список доменов для поиска, потому что я по VPN подключен к одной из организаций и мой маршрутизатор и средства виртуализации очень странно выдали IP-адрес таким образом, что я вижу вот этот домен. Я его видеть не должен совершенно. Вот я сейчас, видите, отрубил VPN, у меня все переподключилось. Кроме того, еще здесь может появляться строчка, помимо name server и search, еще строчка domain. Это домен, в котором находится компьютер. Нужно сказать, что search и domain, они как бы взаимоисключающие. И у нас будет работать тот, который задан последним. То есть, если я после search вот с таким доменом укажу потом search с другим доменом, то вот эта вот верхняя строчка читаться не будет. Значит, что нам нужно сейчас здесь сказать? То есть, я здесь вручную редактировать это все не могу. Как редактировать, расскажу в следующий раз. Тут важно то, что есть у нас с вами папка. Мы сейчас к ней перейдем. etc. resolve.conf. resolve.conf.director. И в этой папке у нас есть файлы. Это файлы base и head. Еще здесь можно самому создать. Иногда в некоторых дистрибутивах он бывает здесь, этот файл автоматически. Это файл tail. Значит, посмотрим каждый из них. Файл base. В нем, по идее, у нас ничего быть не должно. Да, он пустой. Это то, что мы хотим, чтобы было у нас в теле нашего файла resolve.conf. То есть, внутри этого файла. Мы можем дописать сюда какую-то информацию, и она там будет всегда у нас появляться. Его мы используем редко. Интереснее файл head. Это то, что будет появляться в файле etc. resolve.conf над основной конфигурацией. И в частности, здесь есть вот эта вот строчка закомментированная. Две строчки о том, что не редактируйте этот файл ручную. Все изменения будут перезаписаны. То есть, вот мы видим наш файл etc. resolve.conf. И вот в нем вот эта вот шапка. Мы можем здесь дописать, допустим, в этот файл еще что-нибудь. Только от имени суперпользователя. Добавить какую-нибудь строчку. Тоже я закомментирую, чтобы ничего не сломать. Какой-нибудь, я не знаю, hello допишем. Сохраним изменения. И значит, я вам говорил, еще можно создать точно так же файл tail. И в нем будет то, что будет в конце нашего файла конфигурации resolve.conf. И здесь тоже я допишу какую-нибудь строчку закомментированную. Какой-нибудь бай. Сохраню изменения. Значит, нам сейчас не нужно знать, как мы перезаписываем информацию DNS. Но, тем не менее, я вам скажу, что для этого у нас есть команда resolve.conf.update. По-моему, минус you можно ее задать. Ругается он, потому что у меня в файле etc.hosts не указано, что это за хост PC. Там у меня Ubuntu, если я в etc.hosts подправлю вот эту вот, ту самую строчку 127.001 допишу PC, и у меня вот это предупреждение перестанет выходить. И если мы сейчас проверим с вами файл etc.resolve.conf, то мы видим, что у меня дописалась вот эта вот строчка hello наверху, а в конце дописалась строчка buy. При этом, так как я отключился VPN от своей организации родной, у меня сразу отключилась строчка с поисковым доменом. То есть у меня теперь здесь есть только один name server. Опять же, мы, как правило, настраиваем это все через утилиты, через настройки, но если вам нужно что-то указать, чтобы оно было здесь обязательно, для этого у нас и существуют эти файлы. Base и head. Ну и плюс я здесь еще, считайте, нам сейчас добавил файл tail. То есть вот эти вот три файла позволяют управлять содержимым вот этого файла целиком в resolve.conf. В Ubuntu это работает так. И теперь у нас остался один интересный еще файл. Я обычно пишу clear, также можно консоль чистить с сочетанием клавиш Ctrl и L. Это etc.ns.switch.conf. Давайте я перейду в свою домашнюю папку, чтобы у меня строка стала покороче. И посмотрим файл etc.name.service.switch.conf. Раньше этот файл был попроще. В современных версиях Ubuntu он посложнее. Значит, этот файл, который у нас отвечает за настройки для диспетчера службы имен. Тут библиотека наша name.service.switch. Здесь очень много информации. Нас сейчас интересует только то, что относится к сети, а именно вот эти вот строчки hosts и networks. Ко всему остальному будем возвращаться в следующих сертификатах LPI. Значит, первая колонка это база данных. Вторая колонка и все, что в ней находится, то есть строчка напротив вот этой вот базы данных, это то, где мы будем искать информацию. То есть в данном случае у нас здесь написано то, что хосты нам нужно искать сначала в файлах локальных, то есть в данном случае у нас это файл etc.hosts, и в нем сначала ищется определенный узел. Затем мы ищем с вами информацию в неком mdns4-minimal, и затем мы с вами ищем информацию в DNS-сервере. Сейчас, ну и по сетям, точно так же сначала искать информацию в локальных файлах, и все, и только там ее искать. Значит, теперь касательно вот этого всего интересного, что у нас здесь появилось. В разных версиях Ubuntu, в разных версиях Linux, вообще строчка с хостами выглядит по-разному. Вот это вот mdns4-minimal, про него нужно поговорить. Значит, есть у нас такая технология, которая называется ZeroConf. Это также все известно как АПИПа, технология АПИПа. Я вам о ней говорил. Это технология, которая позволяет нам иметь доступ к ресурсам в сети в нашей локальной без настройки IP-адресов. То есть если у нас нет DHCP-сервера, если у нас с вами вручную не заданы адреса, мы получаем IP-адрес из диапазона 169 и так далее, и так далее, и видим в локальной сети узлы и ресурсы. Это называется все АПИПа. И в этой АПИПе по умолчанию используется протокол Multicast DNS или вот этот самый mdns. Соответственно, в Ubuntu у нас есть свободная реализация этого самого ZeroConf. Вообще во многих Linux она есть. Это Avahi она называется. Ну, есть в разных дистрибутивах по-разному. Я, кстати, не совсем уверен в том, что в Ubuntu у нас именно Avahi сейчас. Надо почитать. Но не суть. То есть это точно такая же система, которая производит анализ нашей локальной сети, ищет различные сервисы, в том числе вот у нас она ищет имена DNS, имена узлов. Что интересно, Avahi у нас использует зону .local для этих целей, и поэтому зону .local использовать в реальных доменах не рекомендуется. Значит, наш Multicast DNS или mdns работает каким образом, это нужно понять. Это работает точно так же, как обычный DNS сервер, но только каждый компьютер сам хранит записи своей зоны. То есть на каждом компьютере, по сути, есть информация о его узле А. Соответственно, когда у нас работает вот этот самый Multicast DNS, он обращается в нашу локальную сеть по широковещательному адресу. То есть послывает запрос всем узлам сети на поиск такого-то адреса. И, соответственно, тот хост, который действительно хранит на себе информацию, сам о себе, он отвечает. И это и есть конфигурация mdns, Multicast DNS. Соответственно, работает они очень быстро, потому что, считаете, все запросы оправляются всем узлам в сети. Мы уже говорили, что такое широковещание. Но, тем не менее, это как раз минимальная конфигурация, которая работает. Так вот, mdns4, нижнее подчеркивание, minimal, говорит о том, что искать узлы в локальной сети в mdns нужно только, если они находятся в зоне .local. Соответственно, если узлы у нас находятся в зоне .local, у нас вот этот ответ здесь есть. Если никакого ответа нет, то у нас разрабатывает вот эта вот опция Not Found Return. Если не найдены в mdns записи для сетей .local, то мы возвращаемся. Дальше поиск в DNS не ищем. У нас здесь есть несколько вариантов работы mdns, я вам ссылку дам. Значит, действие здесь есть два всего. Return, то есть вернуться и Continue, то есть продолжать поиск дальше. Условия, при которых можно делать Return или Continue. Это Success, успех. Это Not Found, как сейчас у нас, то есть не найден. An Available, недоступен. Или Triagent, попробуйте еще. Соответственно, еще раз я вам говорю, как работает эта строчка. Мы ищем, если адрес какой-нибудь mail.ru, мы ищем сначала его здесь, в файлах. Затем, так как это адрес mail.ru, это зона .ru, у нас вот эта вот строка полностью игнорируется. И мы сразу mail.ru идем и ищем в наших настройках DNS. Настройки DNS мы берем из файла resolve.conf. Если мы ищем адрес какой-нибудь ubuntu.local, мы сначала смотрим его в наших локальных файлах. Затем, так как это зона .local, у нас работает вот эта конфигурация. И если у нас сейчас в локальной сети найден будет ubuntu.local, он ответит. Если он не будет найден, not found, у нас срабатывает строка return, вернуться. И в DNS мы не будем искать ubuntu.local. Очень часто приходится вообще стирать вот эту вот строку, потому что у нас mdns, multicast DNS, мало где работает, мало где нужно. Тем не менее, Ubuntu его по умолчанию вставляет для совсем непродвинутых пользователей. Поговорили мы о четырех основных файлах конфигурации. Особенно сильно их не редактировали, просто поняли структуру их, поняли, по какому принципу они работают. В следующем видео будем уже как раз-таки при помощи утилиты вручную редактировать эти файлы и смотреть, как это все применяется. Продолжение следует...